Дамы и господа, добро пожаловать на обзор новейшего снэпшота 21w08a, который относит нас к версии Майнкрафта 1.17 под названием, всё верно, пещеры и скалы, это была такая проверочка кринжовая, прошу прощения. Так вот, если честно, я не ожидал, что вообще выйдет снэпшот из-за того, что сегодня среда, и в этот день вышло новое обновление для Майнкрафт Данженса. И я почему-то думал, что разработчики скажут, вот играйте лучше в Данженса, не смотрите новые снэпшоты, но они поступили более умно, я не знаю. Те, кто хотят играть в Данженс, те играют в Данженс, а те, кто ждут снэпшотов, дождались нового снэпшота, поэтому не теряем много времени и начинаем его смотреть, потому что он реально интересный. Погнали! Прошлый обзор снэпшота я начинал с того, что мы с вами рассматривали новые текстуры для Root, и этот же, как вы думаете, что мы опять начинаем с того, что обозреваем новые текстуры Root, потому что разработчики их опять заменили. И сейчас расскажу, почему я немножко не доволен тем, что они сделали. Во-первых, почему они решили вообще изменить текстуры, потому что все они были одинаковой формы, то есть формы вот этих вот вкраплений с самого руды в камень, были идентичны и похожи друг на друга, только с разными цветами. И они сказали, что мы заменим только те, которые не имеют своей уникальной формы, и они заменили. При этом всем они не трогали изумруд и лазурит, потому что у них своя как бы уникальная форма, а алмазы они сказали, что они будут трогать, потому что это слишком культовая текстура. Что же мы видим в этом снапшоте? Они изуродовали железо. Я не понимаю, что с ним не так? Почему он такой страшный? Как будто бы Росомаха прошелся по блоку с железом и растянул вот эти вот пиксели. Насчет лазурита тоже я не понимаю, почему они его изменили. К редстоун вопросов нет, но он больше мне стал похож на рубины вообще. Изумруды мне понравились, да, ну я не знаю, вот не хочу показаться старым пердуном, но здесь как-то реально очень странно. Кому тоже так, то ставьте лайки. И пишите в комментариях понравились ли вам эти текстуры, или же не понравились. К сожалению разработчики пока что не подвезли пещерные биомы. И вы знаете, что вот спороцвет, это такое растение, которое будет расти только в пышных пещерах. Это такой специальный биом. Биома как бы нет, но растение уже есть. И раньше, когда мы размещали его на верхний блок, он издавал вот такие красивые частицы, которые падали вниз. Это споры, которые распространяют этот спороцвет. Но что сейчас самое главное, посмотрите на эту красоту. Начиная с этой версии, спороцвет будет распространять свои споры в радиусе 10-15 блоков. Только вдумайтесь в это. Это настолько красиво, его даже можно вот таким образом спрятать, и он все равно будет дальше издавать свои вот эти вот небольшие частицы спор. И выглядят они очень красиво. Напоминаю, что я все видеоролики записываю с ночным зрением, поэтому выглядит это будет примерно вот так ночью. Точнее ночью в пещерах темных. И обидно то, что они еще не издают никакой свет. Было бы настолько красиво, это были бы самые что ни на есть настоящие светлячки в Майнкрафте. Но все равно даже без этого, я более чем уверен, что вы найдете этому применение. Совмещу скажем так приятное с полезным, потому что в этом снэпшоте разработчики изменили мрачный камень. Первое, теперь он не называется мрачный камень. То есть раньше назывался гримстоун, что в переводе дословно было мрачный камень. Теперь же он называется совсем по-другому. Дипслейт. И что интересно, в реальном мире существует такая же порода, которая называется сланец. А если перевести прям с английского на русский дипслейт, то это получается глубинный сланец. Я не думаю прям, что это супер какая-то плохая новость. Мы даже не привыкли к старому названию. Мы даже не знали, как он будет называться в русской версии Майнкрафта. Но и плюс ко всему, были изменены текстуры. С левой стороны видите то, что сейчас. С правой прошлый снэпшот. И честно, я вообще не замечаю прям супер большой разницы. Вот разработчики пыхтят-пыхтят, пусть себе пыхтят. Я так думаю, что Вы уже могли заметить на видеоролике вот такие подобные текстуры руд. Это называется глубинно-сланцевые руды. Эти глубинно-сланцевые руды, они есть только 5 видов. Это золото, железо, лазурит, алмазы и редстоун. Опять же таки, признаю, что мне очень сильно хочется рыгать от текстуры железа. Она вообще какая-то очень странная. Подмечу, что алмазная мне нравится прям ну очень сильно. Она прям реально очень крутая. Сами по себе эти руды будут встречаться уже ниже нуля. Это те же самые руды, золото, железо, лазурит, алмазы, редстоун. Только они в глубинном сланце как будто застряли. И добыть их в два раза сложнее, чем те же самые, что у нас в обычном камне. Опять же, не хотел бы сильно затягивать этот видеоролик. Но например, железной киркой мы вот добываем вот таким образом. И вот здесь в два раза дольше. То же самое с железом, железо тоже дольше в два раза. Лазурит тот же самый в два раза дольше. Алмазы, алмазы тоже, ну то есть я думаю вы прекрасно этому понимаете. Что самое главное, я выкручиваю общую громкость на 100. И послушайте новые звуки. Как я Вам и говорил раньше, теперь у нас нету мрачного камня, у нас теперь есть глубинный сланец. Но есть еще одно очень важное изменение. В прошлых снапшотах, когда мы с Вами добывали глубинный сланец, aka мрачный камень, будем его уже называть глубинный сланец, чтоб Вы потом не путались. То мы обычной киркой добывали сразу же этот глубинный сланец. И теперь мы будем добывать только его осколки. Отличаются они только вот верхней текстурой. То есть здесь они одинаковые, а сверху она отличается. Здесь как-то более гладкая она. Если же мы захотим получить себе именно полностью гладкий сланец, нам нужно взять кирку на шелковое касание. И как-то попытаться через печку переплавить. Или что-то в таком плане сделать, ничего не получится. Но я это сразу Вам говорю, я попытался. Также обратите внимание на их звуки. А теперь переходим к самому вкусненькому и самому интересному в этих нововведениях. Оказывается с этого снапшота, все старые типы пещер. То есть вот эти вот кишкообразные, к которым мы с вами привыкли. И те же самые каньоны, к которым мы также привыкли. Будут генерироваться, не переживайте их никуда не денут. Но они все будут генерироваться ниже нуля по игреку. То есть на минусовых координатах. На положительных координатах Вы к сожалению их не найдете. И с этим уже ничего не поделаешь. Мне кажется так намного лучше и намного ярче. Честное слово, потому что от них уже начинает немножко подташнивать. Учитывая то, что нам показали вот такие красивые генерации пещер. Есть еще одно очень важное изменение, которое коснулось аметистовых жиот. Как видите, вроде бы здесь все хорошо, но только теперь туфовый слой аметистовых жиот заменен новым типом камня. И вот он. Ничего не напоминает, вот скажите вот так вот честно, прям на первый взгляд. Все верно. Это базальт. Только немножко по-другому. Вот так вот. Это базальт. Но не переживайте, это не обычный базальт. Мы его можем скопать даже обычной киркой. То есть его не нужно как-то добывать при помощи кирки, зачарованной на шелковое касание. Добывается он очень просто. И это чтобы Вы понимали, гладкий базальт. Вот так он выглядит, будто бы вот эта вот сторона расположена на каждой из боковых грани нашего блока. И вот если Вы подумали, что это будет какой-то более уникальный блок, потому что он генерируется только здесь. То нифига подобного. Вы можете пойти в Незер, добыть себе обычного базальта, закинуть его в печку, и получить понятное дело у себе гладкий базальт. Как по мне это довольно логичное изменение, он более гармонично здесь смотрится. Так что скажем пока-пока Туфу. Но не переживайте насчет Туфа, с ним все хорошо. Помните в прошлом снапшоте я говорил Вам о том, что теперь андезит генерируется ниже высоты по Y, то есть ниже нуля. Все при сюрприз, начиная с этого снапшота, он так больше не генерируется, вместо него теперь генерируется Туф. И если честно, так намного лучше. Потому что посмотрите на то, как теперь это все красиво выглядит. Оно хотя бы не так выделяется. Потому что идешь, и белый андезит, на фоне черного мрачного камня, ну точнее уже сейчас глубинного сланца, выглядит максимально странно и нелепо. Поэтому я очень рад, что они добавили Туфу, новые применения и новую генерацию. Кстати, теперь не будет обязательно копаться как-то глубоко вниз, чтобы попасть в пещеру. Потому что Вы можете идти по миру, и набрести на вот такой разлом. И если прямо мы в него с Вами нырнем, то мы начнем плыть вниз, 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 и попадем уже в обычные огромные пещеры. Это называется разломами. Они уже нас выведут куда-то очень глубоко вниз. Также у нас появился, скажем так, новый тип пещер под названием глубокие расщелины. Они похожи на глубокие, длинные трещины в земле, которые тоньше. И они прямее каньонов, тех самых, к которым мы уже с Вами привыкли. И что самое интересное, они могут достигать более 90 блоков глубины, прикиньте. То есть смотрите, от самого начала прям в самый конец. Они реально большие, это у меня еще маленькая. Потому что разработчики в своем твиттере показывали настолько большие, что аж челюсть отваливается. От удивления. Вернемся к не менее важной новости. Это изменение расположений рут. Потому что в прошлом снапшоте я Вам говорил, что не стоит воспринимать всю ту информацию, которая была показана, за чистую монету. Потому что она еще может измениться миллиарды раз. Вот это и случилось в этом снапшоте. Теперь немножко все по-другому сделано. Редстоун генерируется от 16 до минус 64 блока. Чаще всего его можно будет найти от минус 48 блока. Алмазы встречаются от 16 до минус 64 блока. И чаще всего встречаются после минус 56. Затем идет лазурит. Он встречается от 64 блока до минус 64 блока. Это все понятное дело говорится по Y. Так что ну не переживайте. И чаще всего его можно будет найти от 8 блока до минус 8 блока. Медь от 96 блока до 0. И чаще всего можно встретить от 56 до 32 блока. Железо 80-16 блока. Проще всего его найти будет от 48 блока до минус 16. Изумруды встречаются от 256 блока до 32 блока. Чаще всего можно найти от 256 до 224. Золото 32-64. И лучше всего его искать от 0 до минус 32. А вот уголь встречается от 256 блока до 0. Чаще всего от 128 до 64 блока. Я вам рассказал эту информацию. И опять же не стоит ее возводить в веб-стрит. Потому что это еще может поменяться миллиарды раз. Но как по мне так уже намного лучше. На этом обзор снапшота 21W08A подходит к концу. В руках своих я держу два самых уродливых блока. В этом снапшоте честное слово. Думаю со мной многие согласятся. Хочу опять-таки вам напомнить про Core. Ссылочка на которой находится в описании. Можете создавать свои бесплатные игры. И играть в другие бесплатные игры от других пользователей. Если я вдруг что-нибудь забыл или не рассказал. Вы знаете что делать. Напишите пожалуйста про это в комментариях. И я лайкну Ваш комент, и это видео станет еще более информативным. Мне снапшот очень понравился. Он крутой, необычный. Но текстуры это просто бле. Если Вы со мной согласны, поставьте лайк. Ну а если Вы здесь впервые. То не забудьте подписаться, нажать на колокольчик. Чтобы не пропускать выход следующих видеороликов. А с Вами как всегда был я, Неркин. И помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышемся!